И снова здравствуйте, меня зовут Евгений Донец, и вы смотрите Честный обзор. Сегодня у меня на обзоре Samsung Galaxy Buds Plus. Это маленькие Bluetooth наушники, совершенно без проводов и никак между собой не связанные. Посмотрите, один отдельно от другого. Они не выпадают из ушей, и как вы помните, год назад я делал обзор на их предыдущую модель. Здесь Buds Plus, а те были просто Galaxy Buds. Разница в том, что те работали 6 часов от одного заряда, а эти работают 11 часов. Да еще плюс флип-кейс, он дает им половину заряда. Итого в сумме 22 часа у вас на борту. Этого более чем достаточно. У тех, у прошлой версии, был один динамик в каждом наушнике. У этой новой версии две полосы. Двухполосный динамик, это отдельно разделенные высокие частоты и низкие частоты. По идее, звук должен быть более детализированным. Так ли это? Давайте разберемся вместе. Смотрите все подробности прямо сейчас в Честном обзоре и не забудьте подписаться. Вперед! То, что вы остались, это абсолютно правильное решение. Сейчас мы с вами распакуем Galaxy Buds Plus, который обещает быть очень интересной моделью, хотя бы потому, что у них двухполосные динамики. Посмотрим, как это выглядит внутри коробочки. Здесь, как всегда, у нас инструкция и нет ничего больше, что вполне естественно. А здесь у нас непосредственно сам бокс под наушники, который, кстати, является одновременно пауэрбанком. И что же здесь внутри? Здесь разные амбушюры и шнур питания. Шнур питания у нас имеет разъем USB Type-C и с обратной стороны стандартный USB. Амбушюры разноплановые. Это очень здорово, потому что у каждого своя физиология, своя форма. И каждый выберет на свой вкус. Теперь непосредственно сами наушнички. Открываем здесь, что у нас внутри. Sound by AKG. Выглядит очень классно. Единственное, я прекрасно понимаю на опыте использования прежней модели, что это все будет не блестеть. Все быстро обдерется и потеряет свой естественный вид. Да, очень красиво это все выглядит. Наушники, конечно, чисто визуально просто шикарные. Лично я для себя предпочитаю не голубой цвет наушников, а черный, потому что он наиболее практичный. Если же белые поставить себе в уши, кажется, что у тебя там вата. А эти смотрятся ну просто великолепно. Но цвет все-таки не такой уж мужской. Хотя, кто его знает, да какая разница. В общем, я что сделал. Я посоветовался со специалистами из магазина Касла. А те знают, что люди берут и предпочитают. И ребята посоветовали мне именно вот это. Да и в кадре он смотрится отлично. Что примечательно, обе модели работают с беспроводной зарядкой. То есть поставил на беспроводную зарядку, которая, кстати, есть в S10+. Обратная зарядка и в других, конечно, устройствах S20. И оно будет работать, заряжаться можно от своего смартфона. Либо от внешней беспроводной зарядки. Я считаю, что это удобно. Кстати, пробовал сразу две. Это не работает. Теперь давайте поковыряемся в настройках, чтобы сравнить, где стало лучше. Здесь то, что показывает и заряд кейса, это хорошо. Но и без него было нормально. И индикатор горит либо красным, либо зеленым. Красным, значит, не заряженным. Сам при этом кейс, футляр, он заряжен, горит зеленым. То есть наушники у меня сейчас подзарядятся от футляра. Я очень сильно люблю качественный звук, поэтому вот вам пример трехполосного. Это низкие частоты, это средние частоты, это высокие частоты. Это отверстие фазоинвертор, которое усиливает низкие частоты, потому что динамик должен ходить, и воздух должен выходить и входить. Для тех, кто не понимает, в этих наушниках, в отличие от прошлой версии, два динамика в одном ухе. Это значит, что динамик двухполосный. Есть высокочастотник, а есть низкочастотник. По идее, это приводит к хорошей детализации звука. Например, я всегда предпочитаю трехполосные колонки. То есть три полосы, высокие, средние и низкие, это еще лучше. Но не факт, что получится именно так, как мы хотим. Когда я надел эти наушники и послушал их в сравнении с обычными бацами, я понял, что здесь не хватает низких. Да, низ стал еще ниже, он совсем низкий, но он тихий. Не хватило громкости, что-то не доработали. Высокие стали гораздо более детализированными, а средних частот стало слишком много. И мне эквалайзерам пришлось обрубать их, чтобы стало более комфортным. Эквалайзер это стандартно. Уведомления. Мы можем настроить уведомления о входящем вызове, например. Сенсорная панель. Теперь вот здесь сразу есть советы, что, как включать. Если вы новичок, можно заблокировать сенсорную панель. Здесь для каждого можно сделать голосовое управление. Для каждого наушника разную какую-то назначить опцию. Увеличить громкость. Можно левым нажимаешь, увеличиваешь. Правым наоборот. Ну, как хотите, так и настроите. Ну, или отключить, или включить звуковой фон. Наушники, начиная с Galaxy Buds, сделаны настолько хорошо, что никоим образом не выпадают из ушей. Ты хоть что делай, хоть как тряси своей головой, проблем не будет. В этом их огромный Buds+. Евгений Донец, мультиформатный ведущий со стажем более 14 лет. Одинаково блестяще проведет вашу свадьбу, корпоративную вечеринку или концерт. Возраст людей не имеет значения. По отзывам клиентов, ведущий Донец не похож ни на кого. Он отличается ненавязчивой подачей, искренним ведением праздника и высоким уровнем профессионализма. Если на вашей свадьбе появился Евгений Донец, значит она пройдет весело. В мой прошлый обзор я очень сильно раскритиковал компанию Samsung за некоторые косяки, которые они допустили в прошлых моделях. И в общем-то звук они обещали очень качественный в бацах. Он не был прям мега супер-пупер, но он классный. Со временем же я понял, что эти наушники вот в таком форм-факторе и вообще в принципе оказались, блин, самыми удобными из всех, которые я вообще просто держал в руках. И я целый год с бацами хожу и кайфую от них. Да, может быть это не хай-энд качество звука, но они невероятно удобные. Вот прям вот не пожалеете. Смотрите, поиск наушников делается вот так. Крайне удобная штука. Чтобы сравнить наушники по звуку, я не использовал какие-то специальные приборы. Я просто включал разноплановую музыку. Например, музыка в стиле хаос или какой-нибудь рок. В результате я просто нажимал на паузу и вставлял другие наушники. Сначала эти, потом вот эти. Ну и получалось, что при одних и тех же режимах, например, мягкий звук или динамический звук, разница была колоссальная. У старых наушников, как ни странно, бас сильнее. У новых он более разборчивый, но слишком слабый. Его не хватает и амбушюры здесь ни при чем. И там, и здесь я поставил совершенно одинаковые амбушюры. Те самые резиночки, которые по размеру должны подходить каждому человеку индивидуально. При этом вы можете спросить, какие бы ты выбрал сегодня. Об этом я отвечу в конце, подводя итоги. Игровой режим уменьшает задержку звука, чтобы насладиться качественным звуком во время игры. То есть я подозреваю, просто понижается битрейт звука и таким образом задержек нет. Или они настолько несущественные, что можно сказать их нет. Мне понравилось, насколько хорошо доработали опцию Bluetooth гарнитуры. В прошлой версии, бац, невозможно было разговаривать. Я снимал буквально, когда был звонок, и вот так говорил, закрывая датчик так, чтобы наушник думал, что он сейчас на ухе. И микрофон включался, и я разговаривал вот так. А второй наушник был здесь, и я как бы слышал человека. Но это же фигня полная. В новых наушниках я прошел по Невскому проспекту Санкт-Петербурга, разговаривая с моим другом Ромой Ковригиным из Сосновоборска, который находился в 5000 километрах от Питера. И он прекрасно меня слышал, он был даже удивлен. «То есть, Жека, ты сейчас в наушниках?» – спросил Роман. Я ответил, «Роман, да, я сейчас в наушниках, и ты меня слышишь. Прекрасно!» Он сказал, «Вот это круто!» Сюда поставили в каждый наушник по три микрофона, для того, чтобы не только поглощать шумы с улицы, а и тебя хорошо слышал собеседник. Мало того, замечательная фишка, когда ты разговариваешь с собеседником, ты слышишь свой голос. Это важно, иначе такое чувство, что ты «А, ты слышишь меня, Ромка-то, или нет?» Ну, понимаешь, да? Как будто бы ты сам себя недослышишь и начинаешь кричать. А в этих наушниках такой ситуации не возникает. Для разговора они прекрасны. Звуковой фон у нас Ambient Sound. Пожалуйста, здесь можно один, два, вот три. В этой версии, как и в прошлое, есть опция Ambient Sound, которая подмешивает в музыку звуки окружающей среды. Например, переходишь ты через дорогу, и в обычных затычках ты не услышишь, что тебе машина сигналит. А здесь этот звук подмешивается в музыку, и ты «Ага, так, все отлично». Почувствовал опасность, остановился. В этой модели данную опцию просто очень качественно допилили. Она стала работать без задержек, как в прошлой. И звук стал не такой, как из бочки, а прямо качественный. Мало того, и громкость этого самого Ambient Sound теперь просто запредельная. Есть три уровня громкости, и один дополнительный четвертый. Усиливает то, что уже есть. Вот на этой громкости вообще невозможно усиливать то, что на улице здесь больше, чем обычно. А здесь вот самый минимальный уровень, он очень хорош. Итого, у нас есть несколько градаций. Одна, две, три. И здесь еще усиление. Посмотрите. И здесь где-то. Вот А, пожалуйста. В наушниках Buds Plus, как и в прошлой версии, нет шумоподавления. То есть пассивное шумоподавление – это отмазка. Ну, то есть, что значит пассивное шумоподавление? Просто затычки хорошие. Два пальца – это пассивное шумоподавление. Кстати, эффективнее, чем в этих наушниках поглощаются шумы. Другими словами, когда я еду в метро, музыку, конечно, слышно. Но если я буду слушать аудиокнигу на небольшой громкости, тогда это неразборчиво. Поэтому мне бы хотелось все-таки, чтобы в следующую версию встроили активное шумоподавление, когда волна отражается обратной волной и звуки действительно не проникают. Довольно-таки простецкое приложение. Давайте вспомним, как это было в версии Galaxy Buds. Прошлогодний. Здесь тот же самый эквалайзер. Здесь уведомления. То же самое все есть. Здесь сенсорная панель. Также ее можно отключить. Также назначить различные опции на сенсор. И что еще? Вернемся на нормальную камеру. Я пишу на S10+, и на нее же звук. Вот. Они выглядят идентично. Но сразу очевидно, что глянцевая поверхность будет лапаться. А вот прежний кейс прошлогодний, он как бы подушатался. Но это незаметно. Реально незаметно. По сути, функционал тот же самый. Смотрите, один в один. А здесь у нас что? Да, здесь более приятно открывается и закрывается. Да, вот в чем преимущество. Как шарнир поменяли. Эти наушники я хочу разыграть вместе с магазином Касла в одном из следующих обзоров. Чтобы не пропустить халяву, обязательно подпишитесь на канал. А так, посмотрите, они даже взаимосовместимые. То есть я могу этот наушник вытащить, да? Вот сейчас раз вытащил. И поставить. И смотрите, он заряжается. Раз. То есть я могу, пользуясь случаем, возвращая наушники магазину Касла, сделать вот такой вот незаметный обмен. И вперед. Подводя итоги, могу сказать, что новые наушники это очень доработанные старые. Идея с тем, чтобы сделать двухполосный звук, она сама по себе логичная и понятная. Но, к сожалению, очень получилось сырой и недоработанной. Возможно, законы физики сработали. Больший динамик, больше басов. Здесь частота динамика вроде бы ниже у низкочастотника. Но он какой-то слабый. Видимо, совсем маленький. Потому что это мои субъективные предположения. И технари могут оспорить их в комментариях. Я не против. Тем не менее, отвечая на вопрос, какие бы наушники я взял теперь, зная все эти плюсы и минусы новой и старой модели, отвечу, что не знаю. Потому что я уже привык к хорошему звуку. И мне не хочется с него уходить. По крайней мере, если у вас были басы, то абсолютно точно не стоит менять их на бас плюс. Ну, абсолютно. Но если у вас не было никаких наушников подобного типа, то бас плюс вам, несомненно, понравятся. В них допилено все то, чего не хватает в прежней версии. И, конечно, мне будет этого не хватать. И если те сломаются, я, конечно, возьму именно вот эти. Ну, потому что разговаривать по ним очень комфортно и удобно. А что касаемо частотных характеристик, мне кажется, программно Samsung это увидит и обязательно допилит. Идея же двухполосных наушников, она прекрасна. Но лучше бы вы сделали полностью водонепроницаемый корпус или активный шумодав, которого здесь не хватает. В общем, будем ждать новую версию наушников от Samsung и надеемся, что они учтут все свои ошибки. А мы им в этом поможем своими обзорами, комментариями, которые производители, несомненно, читают. И учитывают наши пожелания именно поэтому компания Samsung остается одним из лидеров на мировом рынке. Не хочу вызывать большие споры на эту тему в сравнении с другой компанией. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Нас все больше и больше. И очень скоро YouTube о нас заговорит. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...